Сказали, что я умерла. И всё, выбросили. Вернулась из больницы, а квартира без мебели, пола и дверей. Рудольфа Викторовна говорит, как только прошёл слух, что она якобы умерла, родственники решили продать жилплощадь и выбросили все вещи. Остался только бетонный пол и стойкий запах животных. Я на полу нацелила, на стола была. Потом ребята мне принесли диван. Сервант был, шкаф был плательный, кровать была с матрасом. Кошек, собак было очень много. Её увезли в тяжёлом состоянии отсюда, из дома. Потом приехали родственники и начали всё из окна вам кидывать просто. Не надо мне. Я хочу одна находиться. Она же к вам не жить идёт. От помощи социального работника женщина упорно отказывается. За продуктами ходит сама. Еду готовит на маленькой электроплитке. Безусловно, мы отправим в любом случае бабушке нашего сотрудника в учреждение для оказания социально-бытовых услуг и помощи в целом. Был шокий от увиденного. И отправил фотографию мне. Помочь пенсионерке решили неравнодушные тюменцы. В квартире хотят сделать хотя бы небольшой ремонт. На сегодня у нас открыт сбор денежных средств. Мы посчитали минимальные затраты, какие нам необходимы для ремонта. Это сумма 45 тысяч рублей для того, чтобы постелить хотя бы деревянный пол и покрыть это лидолиумом, чтобы бабушка хотя бы могла ходить не по бетону. Мы встретились и с родственниками женщины. Её сестра Зинаида говорит, ни о какой продаже речи не было. Когда зашли в квартиру, ахнули. Вокруг горы мусора, старые вещи и последствия жизни животными. Пришлось всё выбросить. А история про корыстную родню и смерть – лишь домыслы. Кроме младшей сестры, у Рудольфа Викторовны никого нет, чтобы сделать пол в квартире. Зинаида, которой самой 80, даже думала взять кредит. Поэтому помощь со стороны точно будет не лишней. Мне сестра сказала, давай приводим в квартиру. Я говорю, а где я жить буду? У меня буду жить, но я никого, ни у кого не хочу. Я люблю одна. Мы пожелали видеть людям одиночества. Юлия Левачёва, Владимир Кондратьев, Тюменская служба новостей.